Дорогая Церковь! И как родители воспитывают детей, ты часто учишь чего-то сыну, потом, когда он начинает делать это как ты, ты говоришь, вот это мой сын, это моя школа. Или кто-то, наоборот, замечает, скажет, вот точно школа родителей. Если дети посещают какие-то, может быть, спортивные кружки или выступают в каких-то спортах, у них есть какая-то форма, по которой они отличаются. У них есть учителя, и отличаются, ученик старается быть похожим на своего учителя. И, может быть, настает время в жизни, когда те, которые учились, становятся учителями. И интересно, что когда Иисус Христос был на этой земле, и Он говорил своим ученикам, Он говорил, что будет такое время, оно придет, когда Меня не будет с вами. Когда Меня не будет с вами, вы останетесь сами, и вас будут узнавать, что вы Мои ученики. Как их будут узнавать, что они ученики? Иоанн записал это в Иоанна, 13 главе, 34 стихом. Он сказал, что «Потому знают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Но даже когда не станет Иисуса Христа, не станет того, за кем они ходили, когда Господь был на этой земле, ученики их видели. Огромное количество людей всегда ходило за Иисусом Христом. Они слушали Его проповеди, они слушали Его учения, они назывались учениками. Мы часто говорим, кто такой ученик? Я хочу быть учеником Иисуса Христа. Мы хотим стоить больше похожи на Него. Иисус Христос сказал, когда Меня не станут, вас будут узнавать. Друзья, нас будут узнавать, потому что мы имеем любовь между собою, потому что мы любим друг друга. Апостол Павел в своих посланиях к церквям писал много об этом, так же, как Иоанн писал много о любви между братьями и сестрами. Когда молодой законник подошел к Иисусу Христу в протяжении его жизни и спросил ему, Господи, что мне делать, чтобы наследовать Царство Небесное? И Господь ему ответил, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою, всем разумением, всей крепостью, и возлюби ближнего своего, как самого себя. И вы помните тот отрывок Священного Писания, когда Господь рассказывает ему притчу о добром самаренине? Он показывает этому законнику, который хорошо знал закон, кто такой может быть ближний и как его любить. И в конце этой притчи Иисус Христос говорит ему, иди, и ты делай то же. Насколько важно исполнить эту заповедь, заповедь, которую тяжело исполнить, любить нашего ближнего так, как любил Господь, любить любовью Агапа, невозмездной любовью, любовью, которая незаслужена, это есть заповедь Божия. Апостол Павел писал в послании к Коринфянам в 13 главе, 8 стих, я прочитаю, «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится, любовь никогда не перестает». И 13 стих написано, «А теперь пребывают все и три, вера, надежда и любовь, но любовь из них больше». Друзья, будет время, когда прекратятся пророчества, будет время, когда прекратится проповедь. Она будет не нужна, мы будем с Господом. Будет время, когда прекратятся служения, умолкнут языки и знания упразднятся. Любовь никогда не прекратится, даже больше. Будет время, когда не нужна будет наша вера. Мы, как христиане, как дети Божьи, мы верим в Бога. Мы верим в Его обещания, в Его обетование, которое написано на страницах Священного Писания, будет время, когда мы будем с Богом к лицам к лицу. Он нас возьмет к себе. Написано в Библии, в Священном Писании, что Он восхитит свою церковь. Нам не нужно будет больше верить. Будет время, когда нам не нужно будет надеяться. Надеяться на то, что будет. Потому что мы будем с Господом. Надежда будет больше не нужна. Но написано, что любовь никогда не прекратится. Любовь, которую показал нам Господь здесь, как Он хотел, чтобы мы показывали ее ближним нашим, чтобы мы любили ее друг другу. Она будет вечно. Любовь мы возьмем с собой. Иисус Христос когда-то сказал в Матфея 10 главе 40 стихе «Кто примет вас, примет и Меня, а кто примет Меня, примет и пославшего Меня». Любое наше служение, которое мы делаем для Господа, и нам кажется, что мы показываем любовь свою через это Богу, оно, хочешь не хочешь, часто проходит через служение ближнего нашего. И об этом пишет Павел чуть-чуть раньше. В послании Римлянам в 12 главе Павел записывает к ихней церкви, что есть дары Духа Святого. Есть в церкви люди, которые имеют эти дары, и мы служим ими. И также в 13 главе, которую мы с вами читали, в 12 главе Коринфянам, так же самое пишет. Если мы посмотрим Римлянам 12 глава, и 6 стих «Как по данной нам благодати имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчеству по мере веры, имеешь ли служение, пребывай в служении, учитель ли в учении, увещеватель ли увещевай, раздаватель ли раздавай, в простоте начальник ли начальствуй с усердием, благотворитель благотвори с радушием». А в Коринфянам 12 глава 29 стих заканчивается «Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи?» Он говорит, ревнуйте о дарах. Но ниже он пишет о любви. Я хотел прочитать с вами этот отрывок, и начинается 13 глава. Апостол Павел говорит, «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимол звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру так, что могу и гору переставлять, а любви не имею, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Дорогая церковь, может быть такое, что мы имеем? Может человек иметь дары Духа Святого и не иметь плод Духа Святого? Апостол Павел предупреждает, что это послание было написано в церкви, что есть люди, которые служили в церкви, несли свое служение, но не имея любви к ближнему, не имея любви внутри, оно умножалось на ноль. Все, что они не делали, любое пророческое служение, и в Кримлях написано просто служение, не имея любви, не исполняя заповедь, которую оставил Господь, возлюби ближницу, как само себя. Оно обнулировалось. Я проверял себя и думал, Боже мой, как много мы стараемся служить Тебе, но наше служение проходит через нашего ближнего. Сколько раз в моей жизни то, что я делаю до Бога, становилось большим и жирным нулем, потому что, может быть, я в сердце не имел любовь к ближнему своему. Почему Господь Иисус Христос предупреждал нас, говорит, почему вы любите только тех, которые любят вас назад? Не то ли делают люди в этого мира? Иоанн пишет, почему мы говорим, что мы любим Господа? Как мы можем любить Господа, если не любим ближнего своего? Он говорит, не обманывайтесь. Какая это любовь к ближнему моему? Ее очень тяжело соблюдать. И написано ниже, это то, что не все люди этого мира понимают. Нам мир преподносит любовь в извернутом виде. Они говорят, что любовь – это выбор моих чувств. Покажи любовь ближнему своему, это «Останься дома, посиди». Недавно в статье в Washington Post писали молодым людям, говорят, вы когда организуете молодые семьи, зачем вам дети нужны? Покажите любовь миру. И вам не нужны дети, мир уже перенаселенный. Вот это любовь, которая представляет этот мир, который делает парады и марширует вперед со знаменем. Они говорят, это любовь. Но апостол Павел пишет, любовь долго терпит. К Богу или к ближнему нашему любовь милосердствует. Любовь не завидует, любовь не перевозносится, любовь не гордится, любовь не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется и все переносит. Дорогая церковь, дорогие друзья, вот все вот эти качества, это действие, это действие, к чему мы должны учиться и проявлять к нашему ближнему. И это сделать очень тяжело. Мы сегодня будем вспоминать страдания Господа Иисуса Христа. Мы будем вспоминать цену, которой Он искупил наш грех. И золотой стих Библии говорится о том, что Бог так возлюбил свой мир, что отдал. Вот это действие отдать. У нас будет сегодня время проверить себя, потому что Слово Божие говорит, да испытывает же себя человек. Test yourself. Проверить себя. И хотел бы, чтобы мы проверили себя в отношении друг с другом. Соблюдая эту заповедь, мы часто падаем и согрешаем в этом, в любви к ближнему своему, потому что это сделать тяжело. И за этот грех Господь так же самоумирал на Голгофском кресте. Он нам показал пример, к которому мы должны стремиться. Да испытывает себя человек. Друзья, поразмыслим о том, помолимся, попросим прощения у Бога, что не всегда мы любим любовью такой, которую Бог показал пример нам любить ближнего нашему. И очень часто служение, которое мы делаем, оно обнулируется, потому что, бывает часто, не имеем любви к ближнему. Да благословит нас Господь. Аминь. Будем молиться. Субтитры создавал DimaTorzok